В Башкортостане с 1 июля увеличится время продажи розничной продажи алкоголя. Горячительные теперь не будут продавать с 23 до 8 часов по местному времени. Сейчас действует ограничение с 22 вечера до 10 утра. Региональное ограничение. Кроме того, теперь Республиканский Госкомторг может устанавливать дополнительное ограничение времени, условий, мест продажи алкоголя на всей территории Башкортостана или в отдельных муниципалитетах. Кстати, муниципальные власти тоже получили определенные полномочия. Почему, казалось бы, сформированная госполитика по ужесточению продажи алкоголя совершает резкий разворот, а запреты сменяются послаблениями. В эфире программа «Ракурс». Меня зовут Максим Окульев и по удаленной связи со студией генеральный директор клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Максим, здравствуйте. Хорошо ли вы нас слышите? Максим, замечательно вас слышу и хочу передать привет всем вашим замечательным опять-таки слушателям. Да, спасибо большое, но перейдем к вопросам. В Башкортостане было много ограничений и запретов, связанных с продажей алкоголя. Вот под Новый год власти региона вообще запретили продавать алкоголь в определенные дни. Действует ограничение в День знаний, последний звонок во время Сабантуев даже. Вот по вашему опыту, насколько такие запреты эффективны? Наверняка другие субъекты федерации вводили что-то подобное. Что тогда? Какой выхлоп был? Ну, что касается вот текущего Дня знаний, который был 29 мая, это вообще было немножко смешно. Почему? Потому что День знаний праздновали в режиме онлайн, и в этой ситуации вводить ограничения розничных продаж алкогольной продукции, ну, на мой взгляд, это уже носило такой дискуссионный характер. Другой вопрос, что законодатели мне могут возразить, ну, не могут же они каждый год менять законы в рамках текущей какой-то ситуации. Но при всем при том. Вы знаете, отвечая уже на ваш вопрос, в России одно из самых жестких вообще законодательств касаемо розничной продажи алкогольной продукции. Да, наше законодательство гораздо жестче, чем в любой европейской стране, да, и если взять Соединенные Штаты Америки, где в каждом штате свое законодательство, да, касаемо розничной продажи алкогольной продукции, ну, наше российское законодательство тоже, в общем, по жесткости опережает. Вот, при этом, если говорить об объеме нелегального рынка в Российской Федерации, если говорить о количестве граждан, не достигших 18 лет, которые уже попробовали алкогольную продукцию, если говорить о других каких-то нарушениях, связанных с розничной продажей алкогольной продукции, то наша страна занимает одно из самых первых мест вообще в мире по этим нарушениям. То есть, с одной стороны, у нас очень жесткое законодательство, да, касаемо розничной продажи алкогольной продукции, а с другой стороны, у нас такой огромный нелегальный оборот алкогольной продукции и другие законодательные нарушения. То есть, жесткое законодательство нивелируется, да, не обязательно его исполнение. В связи с этим я являюсь, конечно, категорическим противником, да, введения каких-то новых, скажем так, ограничений продаж алкогольной продукции. Почему? Потому что до тех пор, пока закон не будет действовать в полной мере, и пока мы не повысим исполнительскую культуру, да, реализации уже тех законов, которые существуют на алкогольном рынке, понимаете, вводить новые какие-то ограничения, это способствует развитию нелегальной торговли алкогольной продукции, это способствует каким-то другим нарушениям нашего законодательства, и тем самым повышать, да, объем нелегального рынка и снижать объем легальной алкогольной продукции. И в этой связи я хочу напомнить, что количество вообще смертей в Российской Федерации от потребления нелегальной алкогольной продукции, да, тоже одно из самых высоких вообще в мире, и в этой связи я хочу напомнить о ужасных событиях, которые произошли чуть больше двух лет тому назад, да, когда в Иркутске от псевдопоярышника погибло 77 наших граждан, да. Вот, то есть вот эти всякого рода искусственные ограничения, к сожалению, они стимулируют огромное количество отравлений от псевдоалкогольной продукции и смертных случаев. Максим, а вот, да, дополнительный вопрос у меня возник. А вот чисто гипотетически какие-то, если послаблением будут вноситься, можно ли говорить о том, что это приведет к улучшению качества, допустим, в принципе, алкоголя, который реализуется? Это приведет, в первую очередь, к тому, что у нас количество отравлений, да, вот этих спиртосодержащих жидкостей, которые в огромном количестве вообще потребляются в Российской Федерации, то есть по данным угрозам алкогольного регулирования, вообще до 30% алкогольной, точнее, псевдоалкогольной продукции в сегменте крепкого алкоголя, хочу подчеркнуть, то есть, по сути дела, в сегменте водки, да, это как раз вот объем нелегальный, да, контрафактный, от которого, в общем-то, люди и погибают. Просто нелегальный оборот, ну, в связи с тем, что бутлегеры не платят акцизы, не платят другие налоги, так вот нелегальный алкоголь в Российской Федерации, он, конечно, значительно дешевле, чем легальный, и в рамках текущей экономической ситуации он, конечно, пользуется повышенным спросом. Вот на сегодняшний день только в режиме онлайн, подчеркиваю, незаконной онлайн торговли алкогольной продукцией, в Российской Федерации в ежегодном режиме, да, реализуется вот эта псевдоалкогольная продукция только посредством интернета, да, на 10 миллиардов рублей, вдумайтесь в эту цифру, да, на сегодняшний день более трех тысяч вообще сайтов, незаконным, подчеркиваю, образом, да, реализует в режиме онлайн, да, алкогольную продукцию, когда в крупных городах, ну, такие как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Казань, вам в течение часа, понимаете, привезут любую алкогольную продукцию, причем на 99% эта алкогольная продукция будет носить, скажем так, нелегальную природу, так вот в течение часа в любую точку крупного города привезут вот эту псевдоалкогольную продукцию. В этой связи возникает вопрос, ну, а зачем тогда нужны дополнительные ограничения, понимаете? Надо навести порядок, тем более текущая, это я вам ответственно могу сказать, текущая законодательная база полностью, да, если ее реализовывать в полной мере, полностью может решить все те наполевшие проблемы, в том числе и по алкоголизации нашего общества, которые на сегодняшний день существуют в Российской Федерации. Вот возвращаясь к нашей региональной повестке, к повестке Башкортостана, да, мы говорим сейчас не о ужесточениях, а о послаблениях, то есть приведении к федеральному соответствию наших нормативов. Вот есть такое мнение, что это сделано, а именно продление времени продажи алкоголя из-за сокращения налоговых поступлений. Регион сознательно идет на такое решение. Согласны ли вы с этим? Ну, знаете, нет. Дело в том, что я искренне считаю, что когда региональные власти, скажем так, подводят, вот этот, в том числе, временной режим разрешенной продажи легальной алкогольной продукции в рознице к федеральным рамкам, то есть с 8 утра до 23 вечера, это не с точки зрения повысить, скажем так, налогооблагаемую базу. Это, в общем, победа логики и здравого смысла над тем популизмом, который на сегодняшний день существует в рамках, опять-таки, работы легальных производителей и вообще операторов алкогольного рынка. Понимаете, запретами мы проблему алкоголизации в России не решим. Понимаете? Для того, чтобы действительно снизить градус потребления алкогольной продукции, нужно вводить нормальные мероприятия, которые, ну, только и позволят на самом деле преодолеть проблему алкоголизации. А именно специальные программы, начиная там с начальной школы, понимаете, это развитие массового спорта, бесплатного, хочу подчеркнуть. Понимаете? Необходимо переориентировать общество от потребления алкогольной продукции, да, ну, на спорт, на культуру, на, ну, скажем так, нормальные общественные явления. Надо повышать, да, уровень тех самых социальных лифтов, о которых сирене все говорят. Понимаете? Когда бутылка водки, ее минимальная, скажем так, цена, разрешенная в Российской Федерации, составляет 230 рублей за 0,5 литров, понимаете? А билет в театр начинается от 1000 рублей, да, о каких социальных лифтах мы можем после этого говорить. Естественно, опять-таки, учитывая экономическую ситуацию, проще, да, купить эту бутылку водки, прийти домой, понимаете, включить какой-нибудь, там, не знаю, сериал, и под этот сериал эту бутылку выпить, чем пойти, там, в театр или в кино, или пойти, там, не знаю, фитнес-клуб, потому что это просто дороже. Большинство наших граждан, к сожалению, на сегодняшний день не могут себе это позволить. Вот вам, пожалуйста, природа алкоголизации. Максим, ну вот возвращаясь к экономическим категориям, если позволите, мы говорили о налогооблагаемой базе, об акцизах с продажи алкоголя. Вот согласны ли вы с тем, есть такое мнение, что производители в конце прошлого года сознательно допустили перепроизводство, когда размер налога тогда был меньше в прошлом году, чем в этом году, в этом году акциз повысился? Вы знаете, мы вообще очень много говорим об акцизе, но не в рамках нашей программы, а вообще, да, вот в рамках некого пунктного пространства, да, почему? Дело в том, что вот приходная часть бюджета Российской Федерации 20 триллионов рублей, да, вот доля алкогольных акцизов на сегодняшний день, да, это 400 миллиардов рублей, то есть это вот получает около 2%, понимаете, от всей приходной части. И вот эта доля, ну там плюс-минус, не знаю, там 1-2%, это вот как раз доля, скажем так, акцизных поступлений от продажи алкоголя в любом субъекте Российской Федерации. Вот другой вопрос, что в рамках, опять-таки, бюджетного планирования, там акцизы на слабоалкогольную продукцию, в первую очередь на пиво, они полностью седают там субъектов Российской Федерации, почему некоторым субъектам, конечно, выгодно, что там развивалась, там, не знаю, там, пивная, допустим, отрасль, которая имеет соответствующие огромные преференции, я хочу вам сказать, в отношении там другой алкогольной продукции. Там пиво не маркируется акцизными марками, пиво, значит, можно реализовать в том числе индивидуальными предприятиями, понимаете. Пиво не требует розничной лицензии на право продажи алкогольной продукции и так далее, и так далее, и так далее, но это все в частности. Возвращаясь к вашему вопросу, действительно, акцизы повысились в 2020 году, существенно, право повысились, но в первую очередь на винодельческую продукцию, то есть вот как раз на столовую вина, в первую очередь, действительно, производители, в первую очередь, винодельческой продукции, они, в общем, усиленно, скажем так, работали в прошлом году, особенно в конце. Что касается других сегментов алкогольного рынка, ну, вы знаете, всегда в декабре стараются, скажем так, нарастить продажи, потому что, ну, это обычное явление вообще в Российской Федерации, с 1 января, ну, за очень редким исключением, акцизы на алкогольную продукцию вырастают, вырастают, соответственно, да, производители немножко, скажем так, чтобы поправить свою коммерческую, скажем так, свою коммерческую составляющую работы, да, они увеличивают производство в четвертом квартале, ну, чтобы иметь некие остатки, стоки, да, алкогольной продукции, ну, хотя бы на первый квартал, значит, текущего года, ну, и тем самым повысить рентабельность своей коммерческой деятельности. – Максим, вот вы обратили внимание на то, что, в принципе, алкоголь доступен, у него есть ценовая доступность, ну, вот, что касается открытых, так скажем, пивнушек, которые есть в каждом доме, вот буквально в ближайшее время вступит в силу нормы о том, чтобы в жилых домах таких заведений не было. Речь идет о помещениях не меньше 25 квадратных метров, кстати, у нас в регионе норма пожестче, 20 квадратных метров, помещение должно быть и более. Вот, насколько сейчас изменится ситуация, на ваш взгляд, насколько таких заведений будет меньше, и, в принципе, доступность алкоголя, да, ее будет меньше. – Ну, если говорить о федеральных нормах, то это минимум 20, а если говорить о вашем регионе, то законодательные решили это 25 квадратных метров для предприятий общественного питания, торгующих алкогольной продукцией, значит, что я хочу сказать. Я считаю вообще вот всю эту историю, связанную с ограничением продаж, ну, называемый закон о наливайках, да, в простонародье, ну, в общем, вы знаете, тоже инди-популизмом. Объясню почему. Дело в том, что вообще существует проблема наливайок. Да, действительно, она существует в Российской Федерации. Почему? Потому что в основном, опять-таки, предприятия, которые очень искусственно себя относят к предприятиям общественного питания, да, они вот в этих маленьких помещениях реализуют, в первую очередь, как раз разрывное пиво. Почему? Потому что если для алкогольной продукции другой, кроме пива и пивных напитков, существуют жесткие достаточно, значит, нормы по площади, да, значит, розничной продажи алкогольной продукции, то для пива таких ограничений, в том числе и по площади, не существует. Это тоже одна из преференций, на самом деле, для производителей пива. Так вот, в этих наливайках небольших в основном, как я уже сказал, реализуется вот это разливное пиво. Действительно, люди, что называется, его выпивают немало, потом идут в какие-то, там, не знаю, дворики, начинают там дебоширить и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если эта проблема, значит, гражданского, скажем так, спокойствия в вечернее ночное время от этих наливайок, да, действительно, она существует. Сейчас мы ограничиваем, да, возможности вот этих небольших розничных предприятий по продажам, в первую очередь, разверного пива. Но куда люди пойдут приобретать алкогольные продукты, в том числе и пиво? Да в розничные магазины, которые также находятся в этих многоквартирных домах. То есть, решим ли мы проблему, понимаете, спокойствия наших граждан в вечернее и ночное время из-за, скажем так, ограничений продаж алкоголя в этих небольших кафе и барах? Да нет, конечно. Надо полностью вообще запрещать продажу алкоголя, да, на мой взгляд, в розничных предприятиях, значит, в том числе и в наливайках, которые находятся в многоквартирных домах. То есть, разрешить продажу алкогольной продукции только в многоквартирных домах, когда речь идет о специализированных розничных магазинах, ну, по сути, это алкомаркеты, да, и в магазинах, где можно организовать отдельные залы по продаже алкогольной продукции, как это было в советское время. То есть, когда, вы, наверное, знаете, да, то есть в магазинах специализировано хлеб, рыба, мясо, понимаете, воды, даже пиво не продавалось. Почему? Потому что, вы знаете, когда я прихожу, я представитель легального алкогольного бизнеса, я прихожу в обычный сетевой магазин и вижу, что рядом с кондитерскими изделиями, да, где, я не знаю, там, вот наши дети смотрят, покупают эту, я не знаю, там, жувачку и так далее, и так далее, находится огромное количество палетов там с тем же пивом, с водкой, понимаете, с другими алкогольными напитками. Понимаете, ну вот, честно я вам скажу, сердце-то разрывается. Потому что я прекрасно понимаю, что вот наши дети, да, с малолетства соприкасаются, ну, скажем так, с пониманием того, что, в общем, алкоголь – это нормально, так же, как и табак. Вот, конечно, нужно переносить специализированную розницу, что уже есть в нескольких регионах, понимаете. Только так мы, на самом деле, дистанцируем подрастающее поколение от алкоголя, и, добавлю, от табака, и только так мы сможем решать, действительно решать, понимаете, проблему в части снижения алкоголизации нашего общества и спокойствия наших граждан вечернее ночное время. Почему? Потому что безопасность может обеспечить только специализированная торговля. Понимаете, когда, опять-таки, полупьяные люди приходят в сетевой отдел, понимаете, в магазин и приобретают алкогольную продукцию, я смотрю вот на этих несчастных женщин, да, продавцов, ну, какое они могут сопротивление оказать? Они продают вот этим полупьяным людям. В специализированной рознице должны быть соответствующие системы безопасности, охранники и так далее, и так далее, которые, с одной стороны, не позволят даже в помещении этого специализированного магазина пройти, значит, гражданам, не достигшим 18 лет, и, соответственно, не дадут возможности, скажем так, выпившим людям приобрести дополнительное количество алкогольных продуктов. Максим, вот переходя от вопроса реализации торговли алкоголя к производителям. Вот как пандемия коронавируса вообще в принципе отразилась на производителях, на монополистах в регионах, у нас такой монополист есть, Башспирт, вообще, насколько ограничен доступ к импортному алкоголю, все-таки границы хоть и не были закрыты, но все равно ограниченное движение было. Расскажите об этом, пожалуйста. — Хороший очень вопрос. Я вот анализировал, что со второй половины марта по конец мая, то есть вот за эти два с половиной месяца, объем легальной алкогольной продукции, подчеркиваю, в целом, по рынку алкогольному в целом, то есть включая все сегменты, вырос примерно на 5%. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, как известно, это как средняя температура по больнице, с другой стороны, целый ряд сегментов легального бизнеса подросли существенно. В первую очередь, это недорогая водка, это недорогие вина в тетропаках, а целый ряд сегментов легального алкогольного бизнеса сильно просили. В первую очередь, вы правильно сказали, это вот импортная алкогольная продукция, но не из-за того, что сейчас ограничения по ввозу, иностранной алкогольной продукции, они не только. Дело в том, что с начала года вообще цены на импорт подросли в среднем на 17-19%, что существенно, скажем так, сказалось на покупательской способности импортной алкогольной продукции, в первую очередь. То есть здесь не коронавирус, а чисто экономика. Вот. Меня, вы знаете, в большей степени озадачила и взволновала другая ситуация. Понимаете, вот представители Минздрава выступали и сказали, а то, по их данным, на 3% объем легального рынка увеличился, как я уже сказал, на мой взгляд, чуть больше, на 5%. Вот. А вот количество отравлений от нелегального алкоголя, от алкоголя, смертных случаев увеличилось, и увеличилось, в общем-то, существенно. То есть, по мнению специалистов Минздрава, больше, чем на 10%. Возникает вопрос, с чем это связано. Это связано, что в эпоху коронавируса, в эпоху вот этих ограничительных мер, которые были введены, дополнительных ограничительных мер, которые были введены региональными властями более чем, по-моему, 23 регионов Российской Федерации, понимаете, увеличился, в первую очередь, объем нелегального рынка алкогольной продукции, что, в свою очередь, повлияло вот на эту удручающую статистику, связанную с отравлениями и со смертными случаями от потребления вот этого низкокачественного, выражусь, как говорится по-народному, паленого алкоголя. Максим, у меня заключительный вопрос. Вот вы говорили о контрафакте, о том, что, в принципе, чем больше запретов, тем больше его появляется на рынке, на черном рынке. Вот почему, на ваш взгляд, в принципе, остаются огромные объемы этого контрафакта, вот не спасает ни по штучному учету всей алкогольной продукции, ни ЕГАИС. Ожидается еще и маркировка, кстати, стекла-бутылок, как предложили в Совете Федерации. Ну, знаете, если говорить о легальной рознице, опять-таки, если говорить о лицензированной рознице, то есть рознице, которая существует и осуществляет коммерческую деятельность в рамках лицензионных правил, то там, благодаря ведению ЕГАИСа, в особенности по штучному учету, вы правильно сказали, проблема нелегального алкоголя, она полностью решена. Почему? Потому что до ведения по штучному учету в 2016 году в системе ЕГАИС, это единая государственно-автоматизированная информационная система, все-таки нелегальный алкоголь, что называется, проникал в легальную розницу. Почему? Потому что следить было сложно. Сейчас, когда по штучному или по марочному учету оборота алкоголя, уже розница, которая работает в системе ЕГАИС, она не пропустит ни одной бутылки. Но у нас в России, к сожалению, очень много каналов нелегального оборота псевдоалкогольной продукции. Об одном канале мы уже с вами поговорили. Это все, что связано с незаконной продажей через интернет. Что скрывать? Многие небольшие розничные магазины, их там условно называют 24 часа, из-под полы продают алкогольную продукцию. Рынки оптовые. То есть каналов, к сожалению, проникновения вот этого нелегального алкоголя много. Там тот же самогон, лекарственные средства, произведенные на основе литилово-спирт, тоже проблем на самом деле в Российской Федерации. Вы понимаете, еще раз повторил, нужно повышать исполнительскую культуру реализации наших законов. Потому что я не понимаю, опять-таки, если говорить о незаконной продаже алкогольной продукции через интернет. Понимаете, заходишь на любой сайт, видишь, и телефоны, и вот курьеры приезжают. Но почему не навести порядок и полностью, понимаете, перекрыть продажи алкоголя через интернет, я вот честно вам скажу, как человек, который уже 20 лет работает на алкогольном рынке, я не понимаю. Знаете, когда я вижу, опять-таки, на сайтах объявление, что там, не знаю, пятилитровую канистру водки, понимаете, продают за 600 рублей, понимаете, это при минимальной цене установленной Российской Федерации за 0,5-ю 230 рублей, понимаете. Ну, возникает очень много вопросов, в том числе ко всем институтам исполнительной власти, почему мы не можем решить эту проблему, да. легальные производители алкогольной продукции постоянно этот вопрос задают. Пока, ну, на эти вопросы не на все мы конструктивных ответов не получаем. Ну да, еще бы, как вы сказали в самом начале, выработать какую-то государственную программу культуры потребления, чтобы на этом рынке наконец наступил порядок. Максим, я благодарю вас, что вы были с нами на удаленной связи сегодня. Это был Максим Черниговский, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка. Мы говорили о том, мы говорили, в принципе, об эффективности запретов на реализацию алкогольной продукции. Не переключайтесь.